Давайте оценивать хотя бы диагональные числа, хотя бы диагональные числа Рамсе, давайте попробуем пооценивать. Вот мы с вами знаем, что n от s не превосходит чего? А, кстати, чего? Они знают, да? Мы знаем, что n от s не превосходит c из s плюс t минус 2, ну, например, по s минус 1, или по t минус 1, это то же самое. Ну, значит, мы можем просто подставить t равное s и получить оценку c из 2 s минус 2 по s минус 1. Теперь следующий вопрос. А вот эта величина, она быстро растет, медленно с ростом s? Ну, быстро, потому что было, например, c из 6 по 3 было 20, а уже c из 3 по 4 уже 70. А c из 10 по 5, 252. Так, ну, хорошо, да, но насколько быстро? Вот это вот очень интересно. В этом месте нужно как-то осознать, как действительно быстро растут цешки. Ну, можно осознать следующим образом. Давайте сложим все возможные цешки от нуля. Вот эту самую, которая нас интересует, проходя через нее, да, до последней. Это хочется сказать 2 в степени 2 s минус 2. Но вроде бы это просто 2 в степени 2 s минус 2, разумеется, нет? Да, ну, да. Вот все-все-все вот эти вот цешки сложили и получили 2 в степени 2 s минус 2, да? Да. Да. Вот вы хотели что-то сказать, да? Ну, вот смотрите, вот если мы возьмем c из 2 s минус 2 по нулю и так далее, и до c из 2 s минус 2 по s минус 1, то она будет расти почти до степени 2. Да. Ну, я не знаю, как это очевидно или не очевидно, но действительно понятно, но, может быть, я должен это объяснить, или кто-то из вас должен это объяснить, почему эти числа возрастают вот до сюда, а потом начинают убывать? Вот смотрите, существует такое тождество, что c из n по k, это c из n по n минус 1. Да, мы его сегодня уже поминаем, это тождество. Да. Таким образом, мы, например, можем сказать, что c из n по 2 s минус 2 по 0, это то же самое, что c из 2 s минус 2 по 2 s минус 2. И вот. Сейчас, сейчас, не торопись. Я согласен, что вот эта часть симметрична вот этой. То есть, если мы знаем откуда-нибудь, что отсюда, сюда идет возрастание, то это тождество сообщает нам, что дальше идет симметричное убывание. Да. А почему возрастает? Вот это можно объяснить? Можете объяснить? Почему эти церкви вплоть до сюда увеличиваются, а потом почему начинают убывать это вот это тождество? Они убывают уже после половины. Нет, а почему они возрастают до половины? Мы можем взять 2 s минус 2 строку у треугольника по ссылке. Ага, и что? Ну, и в ней числа тоже возрастают до середины. До половины. Ну, это видно наглядно. То есть, вы когда берете конкретное s, вы видите, что они возрастают, правильно? Да. Но вы при этом же не доказываете, что вдруг они где-нибудь, на какой-нибудь строчке начнут побывать? Может такое случиться? Нет. Ну, у нас... А почему? Можно посмотреть на предыдущую строчку и индукции последующей. Ну, можно, наверное, и так надо. Спасибо. Давайте я это все-таки проговорю на всякий случай, чтобы было понятно. Действительно, c из 2 s минус 2 давайте возьмем по i плюс 1. Ну, где i это какое-то там число от нуля, вот. Понятно. До s минус 2. И разделим его на c из 2 s минус 2 по i. То есть, посмотрим отношение следующего, слагаемого к предыдущему. Да. Я хочу доказать, что это больше единицы просто, правильно? Но при i к тому, чтобы все было аккуратно, когда это должно быть больше единицы? Когда i не превосходит чего? s минус 2. Ну, наверное, s минус 2. А. Потому что здесь должно получиться как раз s минус 1, а здесь будет предыдущий. Да. То есть, при i не больше, чем s минус 2, это отношение больше единицы, да? Да. Так, а почему оно больше единицы? Давай, слагаем. А вот так. 2s минус 2 факториал, честно прям, i плюс 1 факториал, 2s минус 2 минус i минус 1 факториал, поделить на, опять, 2s минус 2 факториал, на i факториал, на 2s минус 2 минус i факториал, да? Так, вот это шлеп, шлеп, сократился, да? Да. А что еще шлеп, шлеп? Значит, вот есть i плюс 1 факториал, да? Да. Но он фактически в знаменателе. Видите, вот он в знаменателе числителем, это значит, что он на самом деле в знаменателе всего этого выражения. Да? Да. А вот есть i факториал, он на самом деле в числителе. Да. Правильно? Он в знаменателе-знаменателе перепрыгивает в числителе. Да. То есть i факториал делится на i плюс 1 факториал. Что получается? i плюс 1. i плюс 1 в знаменателе. Вот давайте так и напишем. i плюс 1. И это таким образом я сократил в некотором смысле вот это вот. Оставив только единственного выжившего i плюс 1. Так, но и вот в этой неравной борьбе выживет только один со множителем. 2s минус 3 минус 3 минус 2. Минус 2, почему нет? Минус 2. А, вы здесь вот пишете? Не-не-не-не. Здесь видите, на единичку меньше со множителями. Поэтому выживет только вот это выражение. 2s минус 2 минус i. Да. Но оно будет в числителе. Да. 2s минус 2 минус i. И теперь я напоминаю, что i у вас не превосходило чего? Вы сами скажете, чего и не превосходило. 2s плюс 2. s минус 2. А, да, я тяню. s минус 2, конечно. s минус 2. Теперь смотрите. Ну, оно не превосходит s минус 2, да? Значит, i плюс 1 не превосходит s минус 1. Да. Но оно стоит в знаменателе. Да. i плюс 1 не превосходит s минус 1. И стоит в знаменателе. То есть дробь больше либо равна. Мы можем подставить i как s минус 2. Ну, да. Мы сейчас подставим сюда i как s минус 2. И получим неравенство больше либо равно. Правильно? Получится s верить на s минус 1. Так, сейчас. Ну, вы все-таки немножко торопитесь. Еще разок. Значит, и здесь и с минусом. Поэтому если i чего-то не превосходит, то вся дробь больше либо равна. Вот, отлично. Вот теперь я могу сказать, что эта дробь больше либо равна. И подставляем сюда i равное s минус 2. Здесь что получается? В числителе? s минус 4. Уверены? А, по-моему, 2 к плюсам пойдет, когда? Да. По-моему, она. А не сократится? Да, s. s, по-моему, останется. s делить на s минус 1. s делить на s минус 1. Это строго больше единицы. Что и требовалось доказать. Ну, я не знаю, можно как-то по-другому, там, по индукции рассудить. Но вот это, мне кажется, очень простой способ понять, почему вплоть до сюда, то есть до серединки, числа наши возрастают. Мы берем отношение следующего к предыдущему и убеждаемся, что при таких i оно действительно строго больше единицы. Но это значит, что следующее строго больше предыдущее. Ну, вот, значит, они возрастают. Это мы доказали, а дальше убывают за счет равенства, которое вы сами написали. Ну, какой же вывод можно сделать относительно вот этого центрального слагаемого, самого большого? По-моему, что оно самое большое. Ну, а да, что оно самое большое. Это я уже как бы даже в своей речи сделал вывод. Да, оно, конечно, самое большое. Но, смотрите, с одной стороны, конечно же, оно меньше, чем 2 в степени 2s-2. Это не потому, что оно самое большое, а потому, что просто положительные числа складываются, и среди них есть это число. Но если вся сумма 2 в степени 2s-2, значит, любое слагаемое, в том числе самое большое, меньше, чем их сумма. Да. Вот, но, с другой стороны, оно самое большое. Второе, это значит, что оно больше, строго, чем сумма, поделенная на количество всех слагаемых. Правильно? Да. То есть она самая большая. То есть она больше, чем 2 в степени 2s-2. А слагаемых сколько? 2s-1. 2s-1. 2s-1, совершенно верно. Но вот получаются два таких неравенства, которые, надо сказать, очень неплохо ограничивают эту величину. Потому что, ну, я думаю, вы понимаете, что степени двойки растут гораздо быстрее, чем 2s-1. Да. Поэтому зазор, конечно, есть, это растущий зазор между верхней и нижней оценками. Да. Но в масштабах вот этой вот экспоненты, как говорят, то есть функции, которая растет как 2 в степени 2s-2, деление на какую-то ерунду, но, в общем, не очень значительное. Мы получили довольно приличные оценки этой величины. Ну, в математике есть сложные формулы. Есть замечательная формула Стирлинга, которая аппроксимирует, то есть приближает некоторым образом значение бактериала. Не буду рассказывать, потому что вы не знаете даже чисел, которые туда входят. Самую формулу не буду рассказывать. Стирлинга. Но могу сказать просто, без каких-либо комментариев, что если воспользоваться сложной вот этой хорошей математикой, которую вы когда-нибудь, не скоро, может, узнаете, то окажется, что вот эта штука в некотором смысле равна, вот я напишу такой значок тильда, тоже не поясняю, что он означает, ну, а это означает, что если мы поделим левую часть на правую, то в пределе получится единица. Примерно равна вот такой штуке. 2 в степени 2С минус 2. То есть очень похоже на те оценки, которые мы с вами получили. А поделить забавным образом на корень из Пи умножить на С. Докуда это берется? Пусть для вас будет просто загадкой на будущее. Это, возможно, сказать, это тайна, да? Это потаенное знание. Вы когда-нибудь узнаете, почему это так. То есть вот эта функция, она растет примерно так, как здесь написано. То есть если забыть на загадочной корень из Пи, откуда она вообще взялась, совершенно непонятно, то в каком-то смысле получается, что истина, то есть вот это реальное значение С, она лежит где-то на среднем геометрическом нашей верхней и нашей нижней оценке, грубо говоря. Правда, да? Если мы перемножим их и корень извлечем, то как раз получится что-то такое. Корень из Пи, конечно, здесь еще. Но корень из Пи, это, кажется, воспринимайте как некую загадку природы пока. Может, корень из Пи взяться. Но в любом случае у нас получились хорошие оценки. И, в частности, из совсем простой верхней оценки, для которой просто ничего не надо было придумывать, мы можем сразу сказать, что число РМС и РТСС не только существует, но всегда не больше, чем 2 в степени 2С-2. Просто 2 в степени 2С-2. На что никуда идти. Даже строго меньше. Даже строго меньше. Это отличие. Ну, а на самом деле, немножко еще меньше, но этого мы пока доказывать не можем. Ну, в корень из Пи, в корень из Пи, на самом деле. Но этого мы не знаем, а вот это-то знаем точно. Это вы понимаете, вот, да, помню, да? Конечно, помню.